С лыжами в биатлоне мне всё понятно. Вот тебе лыжи, чем быстрее бежишь, тем лучше. А вот с винтовкой не всё так просто. Почему спортсмены не догадываются взять и поставить себе на винтовку какой-нибудь лазерный прицел? Ти-ти-ти-ти-ти! Ни одного промаха не будет! Или вообще, зачем винтовка? Пять выстрелов! Ерунда! Взяли бы себе какой-нибудь шестиствольный пулемёт, чтобы с пояса прямо... Там не то, что вот это, знаете, будут закрываться эти вот специальные окошки. Там вообще ничего не останется от мишени. И главное, быстро и качественно. Или всё-таки существуют какие-то... Какие-то нормативы существуют для этого оружия. Биатлон с Кага. Программа «Галилео» продолжает рассказ о том, как проходила подготовка к одному из главных спортивных событий года. Чемпионату мира по биатлону. Напомним, это вид спорта, в котором лыжная гонка сочетается со стрельбой из мелкокалиберной винтовки. В прошлом сюжете мы готовили к чемпионату биатлонный стадион. Сегодня займёмся подготовкой самих спортсменов. Наша съёмочная группа прибыла в штаб российской сборной. На контрольную тренировку перед началом соревнований. Нет, вмешиваться в тренировочный процесс мы не будем. Давать советы биатлонистам – это дело тренеров. Нас интересует техническая сторона вопроса. Как готовят к гонке спортивный инвентарь? Начнём с лыж. Мы направляемся в мастерскую сервис-бригады. Здесь трудятся те, от кого непосредственно зависит скорость спортсмена. Это сервисмены – профессиональные смазчики. В их арсенале десятки смазок, улучшающих скольжение лыжи. Чаще всего используют парафин с разными химическими добавками. Благодаря водоотталкивающим свойствам он препятствует налипанию снега на лыжи и тем самым уменьшает трение. Парафин расплавляют горячими утюгами, отчего воздух в мастерской наполняется ядовитыми парами. Вот почему сервисмены работают в масках и респираторах. Этот порошок – фтороуглерод – одна из новинок лыжной косметики. Его наносят поверх парафинового слоя. Фтор растапливает снег, образуя тонкую водяную плёнку, по которой лыжа будет скользить, как по маслу. Финальная шлифовка – и готово. Всё? Можно обувать биатлонистом? Не тут-то было. Это пока всего лишь тестовые образцы. Всё дело в том, что универсальной смазки для лыж не существует. Поэтому сервисмены подобрали несколько подходящих к данной погоде составов. И прежде чем представить свою работу спортсменам, сервис-команде самой предстоит встать на лыжи. Только обкатка поможет определить идеальный вариант. Какие лыжи быстрее катят, на тех и с маска лучше. И всё же, где найти лучшего эксперта, чем олимпийский чемпион? Такой, как Иван Черезов – самый стабильный биатлонист нашей сборной. Он смазчикам, конечно, доверяет, но лыжи отбирает лично. В паре с сервисменом Иван проходит тестовую дистанцию, обсуждая все плюсы и минусы той или иной смазки. Но не только лыжи помогают спортсмену бежать по трассе. По ходу гонки их ведут тренеры, подсказывая, когда поднажать, а когда и сбросить темп. Как раз сейчас тренер пытается вычислить разницу в скорости спортсменов на одной из контрольных отсечек. Герои. 11, 13, надо 8. Проблема. Считать приходится в уме. Скажи по нуля. Кажется, и у нашей камеры тоже начались проблемы. Где же наш техник Лёша? Нам срочно нужна его помощь. Вот он. Так умаялся, что уснул прямо на стадионе. Лёша так погрузился в тему, что ему уже снятся биатлонные сны. Герои. Лёша так гадалин. Герои. Герои. С лыжами вроде бы разобрались. Теперь займёмся стрелковой подготовкой. Посмотрим, из каких винтовок стреляют наши спортсмены. Екатерина Юрлова, как и большинство лидеров нашей сборной, предпочитает оружие немецкого производства. Эту мелкокалиберную винтовку биатлонисты ценят за быстроту и лёгкость перезарядки. Минимальный вес оружия должен быть не меньше трёх с половиной килограммов. Перед каждым стартом спортсмен самостоятельно проверяет её боеготовность. Вроде бы полный порядок. Но талисман на удачу всё-таки не помешает. Если лыжам нужна хорошая смазка, то винтовки ещё и хорошие пули. Оказывается, их тоже подбирают опытным путём. Для объективной оценки ствол винтовки фиксируют в мощных тисках, чтобы никакая дрожь в руках не сбила прицел. Казалось бы, все пули теперь должны попасть в одну точку. Но так ли это будет на самом деле? Обойму пять патронов выстреливают в цель. Затем, сместив прицел немного в сторону, делают ещё пять выстрелов, но уже патронами из другой партии. И так несколько обойм. А теперь сравним результаты. Только не подумайте, что стрелок попал в молоко. Задачи поразить мишень никто и не ставил. Для тренера важно было понять, каким будет разброс пуль в каждой из серии патронов. Как видите, результаты получились разные. Пули, показавшие самую кучную стрельбу, лучше всего подходят для данной винтовки. Стрелковая подготовка биатлонистов проходит не только на стрельбище. Спортсменка сборной Яна Романова устроила тир прямо в гостиничном холле. Конечно, в стенах дырок не останется. Пули заменяет вот этот передатчик, прикреплённый прямо к стволу винтовки. Сигнал с передатчика сначала попадает на электроприёмник, имитирующий биатлонную мишень. А потом отображается в ноутбуке у тренера. Благодаря компьютерной программе мы можем увидеть колебания оружейного ствола в момент прицеливания и самого выстрела. Такая диагностика помогает тренеру и спортсмену отрабатывать технику стрельбы. Обратите внимание, что Яна не зажмуривает левый глаз при прицеливании. Оказывается, при зажмуривании одного глаза снижается острота зрения другого. Поэтому биатлонисты тренируются стрелять с открытыми глазами. Впрочем, в отличие от виртуального тренажёра, на настоящем стрельбище условия обычно далеки от идеала. Солнце слепит глаза, а ветер меняет траекторию пули. Вот почему перед каждой гонкой биатлонисты проводят пристрелку, приноравливаются к погоде, чтобы сделать поправку прицела. А тренеры за ними зорко наблюдают. С помощью вот таких магнитных досок они показывают спортсмену, куда легли пули после его выстрелов. Сейчас на огневой позиции работает наш олимпийский чемпион Евгений Устюгов. На контрольной пристрелке он стал одним из лучших наших снайперов. Ну, кроме третьего выстрела, все по лёжке. А третий выстрел тут же на пять часов рядышком. По лёжке? А где же Лёшка? Нашего техника Лёшу даже пушкой не разбудишь. Ему продолжают сниться биатлонные кошмары. Впрочем, чтобы не попасть под настоящий арт-обстрел, нам пора уходить со стрельбища. Старт дан. На стадионе началась тренировочная гонка. По её результатам можно будет оценить уровень подготовки наших биатлонистов к чемпионату мира. По сути, это генеральная репетиция. Причём не только для спортсменов, но и для всех тех, кто эту сборную готовил. А нашему технику Лёше приснился ещё один приятный сон, где все главные места на чемпионате мира достались нашей команде. Удивительное дело! Если вы ни разу во время гонки не попали в мишень в биатлоне, вы всё равно можете выиграть гонку. Но если вы в процессе попали во все-во все мишени, прекрасно бежали, но в самый последний момент потеряли винтовку, вам результат не засчитают.